Ну чё, привет, волшебные наши! Сегодня... Чё у нас? 17-я серия? Да. 17-я долгожданная серия, давненько нас не было. Вас это не касается, я понимаю, но нас давно не было, и мы должны об этом сказать, потому что если мы не скажем, ну чё это за дело? Нам надо как-то завязать диалог. Ладно, всё, сразу в серию. Надеюсь, в этой серии они зададутся вопросом, как там Элеон. Ну, нам писали в комментариях, что это... Неважно. Понятно, спасибо, ребят. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Этот фобос смешной такой. И в ней больше 17 какой-то... Волосы и платья. Так, я должен вам сознаться. Не знаю, правильно ли это говорить или нет, но в форме чародеек... Они очень красивые. Кто? Ну, я имею в виду... Девочки? Да. Да, конечно. Ну, подожди, это же нормально так говорить? Я просто не знаю. Почему нет, они красивые? Ну, я хотел подчеркнуть конкретно выделенную часть тела. Какую? Грудь. Ну, давай, давай следующий раз присмотрим. Нет, слушай, я, ну... Я не вот этот вот, значит... Ну, без вот этого всего, правда. Но симпатично же получается, не правда. Кто против-то хоть? Ну, а... Ты сам придаёшь этому двойной смысл и пытаешься сказать, что его нет. Зачем? Не, ну... Тише, извиняюсь постоянно. Зачем оправдываться в том, в чём тебя никто не обвиняет? Ну, смотри. Зачем оправдываться в том, в чём тебя никто не обвиняет? Хочу сказать... Да. Причём это не пошло красиво, понимаешь? Ну, он ещё оправдывается. Это эстетично, кажется, просто... Да всё, всё наслаждайся. Просто красиво так нарисовывается. Наслаждайся. Спасибо, что разрешила. Так вот, чё хочу сказать. Вот они придумали несколько видов превращений, да? То есть превращения у нас не одинаковые, каждый раз разные. Не могли придумать разную одежду девочкам? Они в одном и том же. Вот Totally Spice они в каждой серии, даже в одной серии по несколько нарядок. Менедов меняли. Это же как надо было придумать всё это? Так, ну Totally Spice, это же шпионки. А здесь Корнелия в одной этой юбке и водолазке. Причём Корнелия, ну, подаётся нам как человек, который сидит за модой, любит одеваться. Блин. Трубин, ну ты чего? Это же униформа. Нет, это не униформа. Если бы это была школьная униформа, я бы слова не сказала. Униформа используется не только в контексте. Униформа чего? Жизни? Униформа стра... А-а-а. Я не про стражниц, говорю, ты дурак, я про повседневку. Ну, это легко объясняется, потому что на новую они... Просто рисовать лень, я понимаю, как это объясняется, но тупо, тупо, что я могу сказать. Ну, бюджет, ну, ребят, ну ты чего? Ну, при чём есть бюджет? Есть болванки, есть болванки. Реально, я недавно смотрела тот или сп... Да, что такого? И, типа, там реально в каждой сцене у них разная одежда. Это так круто. Прям сидели, заморачивались. Ну, а здесь не заморачивались. Хочу похвалить их за это. Здесь за сюжетом заморочились. Не везде, но... Призраки Элион. Наконец-то. Это потому, что уже призраки Элион, понимаешь? Элион для призраки, блядь. Нет, это призраки Элион для всех остальных. Они такие, а, Элион же есть. А, Элион, призрак. Потому что до них только призрак может достучаться. Фу, вот не думал, что будет польза от липкой слюны проводника. Он её жуёт? Он жуёт, ему подаёт жвачки, он с помощью них карабкается. Обожаю планка его рацион. Ты точно видел её в этом окне? А когда вообще Фобос собирается её убивать? Собирать её силу? Да он не собирается её убивать. Блин, не только чародейки забили на Элион, но и Фобос. Билная девочка. Насколько я понял, в совокупности полученных данных из сериала, из ваших комментариев, он должен получить от неё добровольное согласие на передачу силы. А чтобы получить её добровольное, ей надо вот её задобрить каким-то образом, посидеть вот максимально. Я что-то упустила, что это должно быть добровольно. Максимально добровольно. Иначе зачем её Седрик заманивала таким образом и странным? Ну да. Жвачку. Прости, если разбудил, Элион, но надо выбираться. Я тоже удивился, почему она не разбудилась от такого... Не разбудилась, не проснулась от такого шума. А это призраки Элион. Фобос вообще всё предусмотрел. Продуманный человек. Ну, убедилась? Её сказала дёрнуть! Парашют ему дала. Какая молодец. Фобос вообще гениальный чувак. Он её настраивает максимально грамотно. Он промыл ей мозги конкретно. Всё преподносит так, как будто её смерть желает. А всё потому, что девочки не занялись этим в первую очередь. Ну, если бы они не занялись, тогда сюжет бы не двинулся. Давайте её поймём. Ну, ага. Что ж, мило. Извини, не люблю вторжений. Но порой и мне надо зайти сюда. Зачем? Моя комната, мои вещи. А у них не лады, да? А, нет? Нет, это же нормально, когда все подростки клеят. Не хочу какая-то напряжёнка, мне кажется. Ну, ладно, может пойти. Не, напряжёнка есть. Не, понятно, что всем подросткам нужно личное пространство, чтобы туда ни один взрослый не лез. Ну, это здесь обыгрывается. К сожалению, не всем с этим ведёт, конечно. Ну, я думаю, в этом весь и трабл, потому что мама ещё пока не понимает. О, оказывается, настало то время, когда мне нужно что-то не отвалить. Общи телефон. О, понимаю, почему она не пускает мать. Слышишь, у неё на звонке лягушки. Смотри, сколько у неё одежды, и никакую из этой одежды она не носит. Ну, вот эта коричневая, что это, я не знаю, свитерка. Ну, да, кстати. Это новенькая. Я в первый раз, я вижу. И штанишки вот эти чёрные. Ну, и что, решили исправиться. Алло, гараж? То есть, здравствуйте, слушаю. Это я. Калеб ждёт нас в Серебряном Драконе. Есть новости. Ясно. Мам, я побежала. Срочно колоквию. Телефон. Я бы вспомнила. Ох. Элеон просто исчезла? Как растаяла. Может, это голограмма? В Королевстве Меридиан там даже кабельного нет. И просто ТВ. Может, типа астральных дублей. Создала двойника и сунула вместо себя. Может. Но зачем? Да, псевдоэлеон удалась на славу. Кайф. Чуть не спалили. Реально. Я первый раз вижу, когда Седрик на стрёме превращается обратно. Он даже не орал в отрасль. Да, 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 да. Он такой... Блин, как это тяжело. Вот всем тяжело притворяться. Мы сто раз об этом говорили, что это занимает столько сил. Представляешь, Фобос, включить, выключить, включить, выключить. Седрик. Вы оба правы. Они охотятся за мной. Что я могу сделать? Нам нужна армия. Разве у тебя нет войск? Нужно не войско. А ты, Эллион. Это её дар размножаться? Это не её дар. Или её дар. Это он её размножает? Или она... Она сделала, мне показалось. Ни хрена себе. Вот это, конечно, армия Эллион. Вот если бы ты со мной на Руто смотрела, ты не удивилась бы. Знаешь, как это называется? Как? Техника теневого клонирования. Мне там, кажется, вот так было. Мам, Хайлин устраивает девичник. Так что я... О, нет. Ох. Что? Телефон на кухне? А, так она просто... Она ни в чём не в новом. Просто эта коричневая водолазка, она сверху эту розовую надевает, и мы розовую запомнили. А коричневая всегда вот под низом. Вот ты докопалась до этого. Ты найдёшь. Я буду искать обратные подтверждения. Хотя вот её мама точно ходит в этом. Постоянно. Как и все. Тарани в этой оранжевой блузке. Корнелия в юбке, в водолазке этой. Хайлин в коротенькой, жёлтенькой юбке. Ты же понимаешь, что нам напишут, почему это происходит? Ну, я понимаю без этого. Она бесит тебя. Раздражает. Меня раздражает то, что Корнелия ходит в одном и том же. А твоя одежда на полу. Ты обещала развесить её заодно с уборкой, которую тоже не сделала. Вилл, пора наконец научиться ответственности. Да у меня ответственности по горло. Это корзина для белья. Вот, кстати, иронично. Ответственность в разных умах выглядит по-разному. Ведь Уилл на самом деле суперответственна. Она настолько ответственна, что она даже не успевает решать обычные домашние дела. Просто это очень узкое мышление. Думать, что ответственность – это вот уборка или ответственность – это, я не знаю, там… Это ответственность перед конкретно выделенным персонажем. Ответственность для конкретного человека – это не общее принятое понятие. Это не делает вас безответственным человеком в целом. Да. Вы всё равно отвечаете за свою жизнь. Вы всё равно отвечаете за вещи, которые вам нравятся. Я не могу не Уилл ответственность, может быть, совершенно другие вещи. Нет, не… Например, спасать людей. Да, да, да. Она же гласный-негласный лидер-чародеек. Ну да, да. Скорей бы зажить одной. Будешь жить одна. Прямо здесь, в комнате, пока не наведёшь порядок. Что? Уборки на неделю. А у меня планы. Значит, отменишь. Ни хрена себе. Где Вилл? Без Кристалла мы не можем стать страшницами. Что? Это подстава, конечно. Не, ну правда ведь, ведь есть же не только ваши ценности. Есть же ещё и другие занятия в этом мире. Нет, Саша, у человека в голове так. Если это мои ценности, значит, должны быть ценности всех. Ну, насколько это правильно? Я, кстати, правда. Я не понимаю людей, которые говорят, вот ты безответственный. Это же бред полный. Невозможно быть безответственным. Это в целом, это логически, философски невозможно. Потому что нельзя бы… Ты в любом случае несёшь ответственность. Свою жизнь ты создаёшь череду вещей вокруг тебя, за которые идёт последствия. Ты за них в любом случае отвечаешь. Другой вопрос, наверное, имеется в виду, берёшь ли ты за это ответственность, осознаёшь ты её или нет. Но сам факт её наличия никогда не ставится под вопросом, всегда существует. Девчонки, опять опаздывает. Извини, мы-то здесь? А нам пора отсюда. Давай, Бланк, вынюхивай скорее портал. Подержи я, Бланк. Меня тошнить будет. Отойди. Ничего страшного, Бланку понравится. Блэл на неё же. Делать, когда на теле он. Убедимся, что это она. А на каком языке говорят в Меридиане? На английском? Почему там «вандед» написано? Что написано? Вандед. А, вандед. Ну, типа, почему, 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 почему? Потому что это английский мультик, американский. Ладно. Вот этим. Бланкоборд. Из тебя и пёс никудышный. Бросен диск Элион, ясно? Если не поймает, она призрак. Или просто рохля. Шпун. Эх, тыс. Да, лево в то, что кидать. А эти Элион могут собирать информацию в источник? Или они просто ходят? Мне кажется, они как физическое только визуальное существо. Нет, нет, они, возможно, умеют драться. Нет? Не знаю, посмотрим. А, нет, если они такие же, как вот та первая, первая экземпляр, то это просто голограмма какая-то. Но они передают информацию о том, что они успели накопить источнику, как в Дарута, или нет? Нет. ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ Эй! Эй, Элион! Лови! Я упустил, простите, пожалуйста. А зачем кидать? Типа, что если она поймает, то это настоящее. А если не поймает, в неё врежутся, она исчезнет. Но это же выглядит как нападение. В тебе кидают какой-то непонятный диск. Возможно, он заострённый. Да, да, да. Они всё ждут. Простите, твой прикид неплохо бы дополнить часами. Темы для трёпа кончились. Пришлось болтать про школу. Да мама заперла. Пришлось лезть в окно. Ну, реально миленькие шуточки. Да, да, вообще с диалоги обожаю. Я астральный дубль оставила? Нет. Пусть считает, что меня сожрали медведи. Давайте что ли превращаться? Я замёрзла, а свитер меня толстит. Мы едины! А в чародейках это больше времени занимает. Вот сейчас нам конкретно показывают, как происходит превращение. Без вот этого огонь, вода, воздух. Да, не просто в шарик такой. Да, но это занимает какое-то время. Какое-то время занимает. Вот она! Элиан! Сперва надо убедиться. Сперва надо убедиться, она это или нет. Я думал, она сейчас шмальнёт в неё. Я тоже такая, чё? Тогда или он точно будет думать, что он на неё нападает. Ну, она реально всё так выглядит. Смотрите, это моя! Да что происходит? Они же убивают! Ну, это же дичь! А если... Мне кажется, Фобос это всё покажет Элю. Он такой, твои подружки пришли тебя убить. Чё происходит? Вы чё, с ума посходили? Они же, ну... Ну, со стороны это так выглядит. Мне не нравится, когда сюжет берёт за руку и вот так вот ведёт в тёмный угол, в тёмную комнату. Зачем? Ну, это же, ну, понятно. Я понимаю, зачем это сделано. Да прям в глаз летит, зачем это сделано. Ну, то есть, у них нет мотива так силы использовать. Они не каждую животинку мучают. Вспоминаем, ну, ладно, хорошо. Того стражника, которому в нос залезли корни. Он один единственный пострадал. Вот воздух, ну, чуть-чуть её в сторону кинуло бы. Ещё добавить электронных звуков, и будет видеоигра, как на компьютере. Ещё одна. М-м, ставки. Нет, говорит с бланком, будто его знает. Плюс не зажимает нос. Заметили? Эти виртуальные элиэн увлекают нас подальше от замка. Тихо! Фобос! Тебе что-то нужно? Да нет, что ты. Хотя, мой старый альбом пригодился бы. Вот бы его сюда. Я распоряжусь, чтобы доставили. Прежде поднимем тебе настроение. Ох, как она слышит. Ну, ханезу через воздух как-то слышит. Здесь надо задаться вопросом, как она вообще воздухом управляет. Она создаёт, я так понимаю, колебания? А колебания можно создать звуком. Может быть, её сила звук? Нет, её сила воздухом. Только не слышимый звук. Ну, а воздух-то как создаётся? Давление нужно. Ну, можно и звуком. Нет, её сила воздух. Просто она через воздух как-то... Не воздух, это последствия. А причина какая? Ну, вряд ли звук, да? Ну, ладно, хорошо. Ты разве не слышала, когда? Неплохой такой, набаливает бас. Бум-бум-бум. И тебе в лицо воздух дует. И что? Ладно, всё, забей. Чтобы порадовать принцессу Элион, чашка чая и буйный мятежник. Он ведь ей нравился в первых сериях. Калит, я-то думала, что мы друзья. Но ведь ты так хорошо притворялся землянином. Значит, мне нечего удивляться очередной лжи. Стражницы атакуют. Лучники, огонь! Слушай, а почему Фобос всем сделал так хорошо, а своих стражников, ну, не намарафетил, не накрасил. Ну, потому что они стражники, они же с ними суровыми. Они же выглядят максимально стрёмными. Ну, я думаю, что Элион это не смущает. У них роль такая обязанность. Эй, пить, 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 посидите! Пить, 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 пить. Что происходит сегодня с... Холодный воздух. Что с Хайлин сегодня происходит? Холодный воздух. Я понимаю твоё недовольство. Просто воздух и холодный, и горячий воздух. Тогда, ну, ты чувствуешь, что... Смотри, холодный и горячий, это больше история... Просто раньше тара не нагревала воздух. Да, 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 да. А сейчас она может эту воду... Ну, то есть, чтобы... Тара не это для того, чтобы нагреть её, а для Хайлин, для того, чтобы её остудить. Ты понимаешь, по понижению... Ну, хотя воздух остужает. Вот на чай же дуешь, и он становится холодным. Я не знаю, я подожду... Ну, как мне... Как мне опустить это прямо до таких температур? Она же... Как это... Как это работает? Не бойся, сестрёнка, ведь ты со мной. Я охраняю принцессу, а ты займись преступниками. Эллион, стой! И это особенно было жутко. Да, такое... Язык. Ты слышишь звук треск? Реально, ему... Не человечески... Кости ломаются. Не человечески больно каждый раз превращаться. Абсолютно. Мы же не знаем, она ли это. Там была Эллион, точно. Корнелия, стой! КОНЕЦ Прости, Корнелия. Мы вернёмся за Эллион. Надеюсь, они мазилы? Трэш. Мне нравится, как Калеб непонятно, откуда берёт ускорение. И вверх, в горку, потом опять... И потом и подхватывают девочек. Да-да-да, каждый раз. Ну, он очень хорошо дружит со всеми скейтами, с этими штуками. Как-то грязи грязи... Он хорош. Хорош, да. Итак, кто-нибудь знает про пропавший альбом? Нет. Но тебе приз за самый загадочный вопрос. Я слышала, как Эллион говорила о нём с Фобосом. Ах, любимый альбом. Я дарила на день рождения. Если он здесь, у нас есть приманка. Может, найдя альбом, сумеем поговорить с Эллион? Здесь его нет. Ничего. Кроссовки что у меня одолжила? Наверное, спрятала в приступе девчачьей паранойи. Ох, молчал бы мастер упаковки кинжалов. Расшифруй. Я не понял. Ну, он же там кинжал спрятал в этом поясе или чём-то. А, я не знаю. Может, из-за этого? Я не знаю. Мне просто нравится, что они дырят. Фальшивый девичник. Привет, пап. Как раз выходим с ярмарки. Милая штучка. Мне нравится. Я тоже хочу такой. О, ой. Вот что. Вот реально, они едины. Едины для отмазки. Это очень круто. Мне так нравится, что в этом сериале показывают проблемы родителей. Подростков. Да, да, да. Что там не всё так сладко, что всё здорово. То есть, в целом, ты максимально... Нужно отмазываться, нужно врать, нужно там сбегать, иначе не выживешь. Ну да. Потому что ты не объяснишь. Ну вот, как ты объяснишь, что ты стражница? Чародейка. Ну да, стражница. Да, всё. А как ты объяснишь? Я завесы закрываю. Мам, пап. Станусь искать. Всё равно ведь из дома сбежала. Ты останешься одна? А здесь жутковато. Главное, поблизости нет мамы. Я в порядке. До скорого. Тогда удачи. Если соскучишься, он говорящий. Привет, меня зовут Джои. Да, уилл непростой период. Она не пойдёт домой? Ну, можно понять. Да понять-то можно, но столько. Я думал, ты маленькая стычка. Слушай, ей 14 или там 13 лет. В этом возрасте ты всё максимализируешь. Киперболизируешь. Ну я понял. Мир и покой. И мама не указывает, что делать. Смотри, у Эли, ей сделали комнату родители нереальные любили. У неё была с балдахином кровать. Ты где в последний раз видел с балдахином кровать? Только у Карнели. Да. Очень уютно. Вот только холодно. Отопления нет. Ой. Ах, блин. Всё, как здесь. Область. Перед меня зовут Джуи. Получайте! Альбом всё это, блин, обувь Кенгуру? Да. А у неё же сил вообще никаких нет. Да. Просто летать умеет. Блин, какая... Мне её жаль. Ну, правда. Говорили, что у неё появятся, по-моему, какие-то силы во втором сезоне. Там настолько снегом замело. Мне кажется, это портал вообще в другое место. Или правда, или то, что осталось от Хайлин. Она поменяла погодные условия в целом. Я не могу отпустить. Я реально не понимаю, как она морозит. Я сам вручу находку Эллиону. Эллион, я что-то принёс. Держи. Это он. Ух ты! Мой альбом! Спасибо! Из альбома Эллион? Что там, пол-лошади? Я была одна. Колеб! Да нет, это лучшая шутка вообще. Мне просто вдвойне смешно, что ты ассоциируешь себя с Корнелией. Да я не ассоциирую. Слушай, скорее не лошадь, а чьё-то лицо. Карта Испании. Не получилось, приманки. Сладко! Острашила ты, сладкоежки. Бланк. Ты с лет их сможешь вынюхать? Пошли. Может, шоколадки приведут нас к настоящей Эллиону. Мы единственные! Нет, Бланк. Поверь моему опыту. Это камень. Балда! Момент. Ходили истории про подземное убежище Фобоса. мы разделимся пять минут предел потом встретимся здесь она реально крутая да это было очень красиво сегодня очень красивая серия тут и себя с не не отождествляешь я не когда я говорю что корнелия крутая ты вся начинаешь просто она очень нравится пол лошади зачем они разделились ведь они слабее как-то в одиночку нас засекли ты со мной и 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 Милота. Старая не вообще красотка. Блин, еще с анимацией... Орудие убийства. Анимация вообще с каждой серии выходит на новый уровень. Не нашла. У-у-у! У-у-у! Все целы, невредимы. Все здесь, кроме Эля. Блин, какая крутая серия. Да, прикольная. Ты имеешь в виду в плане боевки? Анимация, боевка, повороты сюжетные. Ну, я понимаю, что в целом сюжет остается таким же, какой он и есть. Но в этой серии как-то я просто замечаю детали анимации. Допустим, как Тарани швыряет фаерболы. Это очень круто было. Тарани вообще, не знаю, мне кажется, максимально недооцененный персонаж. Ну да, я поначалу вообще на нее внимания не обращался. Сейчас она очень круто как расстроится. Очень мало внимания уделяется со стороны зрителей Тарани и Ирми. Хотя, блин, они обе такие крутые. Ирма вообще, у нее такое классное чувство юмора. А у Тарани очень крутая сила. Ну, докручивает анимацию. И она очень красивая с этими своими косичками или что это. Такое ощущение, что авторам реально начало нравиться где-то на каком-то, я не знаю, на 17-й серии. И они решили докрутить от себя уже сверхурочные поработы. Тебе, наверное, паршиво, да? Зато есть мы. Да. Так себе. Я тоже. Пока ты не говоришь про косметику и не куксишься. Спаси. Что ты куксишься? Это я не знаю, но это очень мило, что она ему нравится. Но типа, ну, такой, ну, какие-то оправдания, знаешь. Ну, типа, никогда ты говоришь про косметику или, ну, не целиком, блин. Блин, я бы верил в эти отношения, если бы не ваши спойлеры. Да какие спойлеры? Да я не знаю уже, как читать комменты, потому что мне... Про Элёны. Калиба. Так это в комиксах, а мы комиксы не читаем, мы смотрим сериал. И что, тут по-другому, что ли? Да. Он же по комиксу идет. Нет, тут все по-другому. Да? Да. Да? Да. Поздно. Третьего сезона уже нет? Лёшник, пожалуй, с меня хватит. Хорошего понемножку. Так она домой вернется. Значит, к Хайлин не заходила? Простите за поздний звонок, но я так беспокоюсь. О, неважно. Вернулась. Спасибо. Ни хрена себе. Что там написано? Ты под домашним арестом. Ну, конечно. Я уже... Нет, все, серия, это однозначно моя самая любимая серия. Как классно. Я же не хочу это комментировать. Это просто потрясающий ход. Она научилась так перемещаться. Расстрогал её, растрогал её. Как ты или он вообще себя чувствует? Ей нормально вот так вот без друзей, без компании? Да, конечно, её обманывали. С братом тусоваться. Всё, во что она верила, оказалось ложью. Но всё равно ей не хочется найти каких-то, ну, сказать, есть здесь школа, есть здесь мои сверстники, я хочу с кем-то общаться. Она тусуется только с братом. Она была изгоем в этом мире, ну, в нашу, не знаю, как сказать. Ей же, ну, всё равно не хочется человеку компанию какую-то обрести. Ну, может, она... Пусть и новую. Ну, смотри, это первый месяц. Первый месяц под впечатлениями от новых событий. Она может не задумываться за школу, за всё это. Пока это не превратилось в рутину, обычная меридианская жизнь. Ну, это быстро превратится, потому что там вообще ноль развлечений. Да, Фобоса устанет просто вот так вот. Она девочка с мира, а в мире очень много развлечений. Кстати, Фобос же не будет держать эти иллюзии до бесконечности. Скоро всё. Абьюзер покажет своё истинное лицо. Да, скоро же нужно забрать силы в конце-то концу. Потрясающая серия. Я не знаю, как будто зарядился счастьем и позитивом. Да, я тоже. Реально очень крутой проект. Реально очень крутой проект. Угу. А нам всё обещают, что во втором сезоне будет что-то вообще... Вообще-то нереальное. Нереальное что-то. Вы там нам обещаете под каждым комментарием. Ну, мы посмотрим, посмотрим. Обязательно. Всё, ребятки, пишите, что думаете. Вопросики, которые по хайлин мне очень интересны. Я не понимаю, как это работает. Возможно, кто-то из вас хайлинолог. Скажи пока уже. Всё, пока. Пока-пока. Всё.